Будьте уверены в том, что этот человек не причинит вам боль и травму, как физическую, так и психологическую. До тех пор не оставайтесь с ним наедине. На вашу ответственность, ваша безопасность. Итак, сегодняшние темы. Как вам нравится? Соперница, как себя вести, когда я знаю, что она есть и кто она. Сегодня мы будем разбирать эту тему. Тема сложная и очень важная, я думаю, для каждой из нас. Итак, приготовьтесь, пожалуйста, новенькие, отвечать на мои вопросы. И приготовьтесь, пожалуйста, мои завсегдаты, которые любят посещать прямые эфиры. К вам тоже будет вопрос адресован, пока сидите в затишье. И уж, конечно же, мои вебинарщики, мои участники вебинаров и мои ученики. Те, кто знает очень много на ту или иную тему. Вас, как тяжелую артиллерию, я призову в тот момент, когда уже никто не может справиться с моими вопросами. Итак, первый вопрос. Что мы делаем, когда сталкиваемся с проблемой того, что мы знаем, кто она, наша соперница. Мы знаем, что взаимоотношения складываются. И в этом смысле мы переживаем большую травму и трагедию. И, конечно же, мы находим причину в ней. Один из методов воздействия на соперницу мы используем, что? Угрозу. Мы хотим как-то встретиться с этой женщиной, шантажировать ее, пригрозить, поговорить, надавить на нее. Правильно? Предупредить ее, что она не смеет, не имеет права вмешиваться в чужую жизнь. Давайте, отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Что вы скажете, насколько приемлем этот путь, этот метод воздействия на соперницу? Побить? Хорошо. Скажите мне, кто за угрозу, кто за шантаж, кто за поговорить с предупреждением, с давлением? Так, поговорить по душам, я против, я за и с собой не справляюсь. Ага, нет, против всего сказанного. Ага, хорошо, Ольга. Хорошо, спасибо. Так, я против, но еле сдерживаюсь, чтобы не написать какую-либо гадость. Хорошо, Люся, спасибо. Итак, иногда такое отчаяние, что пытаешься использовать все методы. Да, Оксана, понимаю. Анализируем все поведение. Пришла и устроила погром в кабинете. Келена, это вы к ней пришли и устроили погром в кабинете, да? Валентина, посмотреть и убедиться, есть ли повод для волнения. Ага, считает эта агрессия лично против меня. Считаю, эта агрессия лично против меня. Хорошо, отлично, Келена. Значит, вы понимаете, что ваши агрессивные методы и давление, они против вас и сказываются, да? Да? Против угроз. Хочется сказать, что она не соперница, а подруга по несчастью, Люся. Ага, Люся. Ага, Люся, Люся, вы умная женщина. Позвольте так сказать. Хорошо, хорошо. Другой вариант. Когда женщина мужчине говорит, своему мужчине говорит. Делай, что хочешь, только не оставляй меня. Женщины по-настоящему мирятся с условием существования друг друга. И такие отношения могут сохраняться годами. Всех это устраивает. Все как-то приспосабливаются. Но можно ли считать одну из женщин счастливой? Нет. Еще? Нет, конечно. Хорошо. Отлично. Я хочу дополнить к этому моменту. Все несчастны, совершенно верно. Я хочу дополнить. В мусульманских семьях, как и в мусульманской культуре в целом, до сих пор существуют браки многоженства. И там, где женщины умеют ладить друг с другом. Но вы должны понимать, что мусульманские женщины отличаются от европейских. Совершенно разное представление о том, какова природа отношений. Понимаете? И в мусульманской культуре, в мусульманской среде женщины с детства умеют ладить друг с другом. Братья с сестрами, сестры с сестрами. То есть у них часть себя отождествляется с частью семьи. Да, и терпимость воспитана. То есть мы должны понимать, что если мусульманские женщины охотно принимают многоженство, то европейские женщины – это совершенно другая культура, совершенно другое принятие. Скажите мне, значит, вы против многоженства? Да, против. Хорошо. Третий вариант. Поговорить. Вызвать. Вот кто-то писал, поговорить по душам. Взывать к благоразумию, к справедливости, без давления, просто методом убеждения и попыткой договориться. Нет, да? Как вы относитесь к такому методу? Насколько он приемлем для вас? Не приемлем. Оставь этого мужчину, он мой. И, так скажем, пожалуйста, взывай благоразумие. У нас общие дети и все такое прочее, да? У нас общее хозяйство. Хорошо, хорошо. Не приемлем, не договариваемся. Ужасно, да? А что я здесь ужасного пытаюсь понять? Если мы взываем к, так скажем, к духовности, личности. Нужно говорить не с соперницей, а с мужем. Хорошо. Хорошо, Елена. Отлично. Четвертый метод. Я надеюсь, вы записываете, да? Потому что их много. Четвертый метод. Метод хитрости. Есть такая поговорка. Лучший способ избавиться от противника – это сделать его лучшим другом. Подружитесь, общайтесь, войдите в доверие. Сделайте все, чтобы в итоге тебе человек открылся. И в итоге скомпрометировать эту женщину за ее зло, которое она наносит на взаимоотношения. В итоге сказать – это моя победа, он мой. Говорить об этом с подружками, убеждать себя в победе от того, что вернула любимого. Ага. Нет, не срабатывает. Нет, не срабатывает. Нет, нужно самой измениться. Ага. А если невозможно поменять мужчину? Юля, мне нравится ваш подход. Так пробовали сделать со мной. Только не с подружками. Ага. Только не с подружками. Вы скажите мне, почему этот метод не проходит? То есть, если у кого-то этот метод проходит, дайте мне знать. А для тех, кому этот метод не проходит, неприемлем, почему? Почему? Против своей души? Угу. Нервной системы не хватит. Не проводит, да, не проходит по нравственным законам. Ох, какие вы у меня сегодня. О, мне их с вами интересно. Тогда я вам сегодня дам очень интересный материал. Насиловать свою душу, противорить, да. Притворяться против, да, 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 да. Противно, да, 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 да. Неприемлем. Достоинство не позволяет. Отлично. Ох, мне нравится. Отлично. Ну, тогда поговорим о том, что другие женщины делают. Есть еще один способ. Дискредитировать соперницу. Она же самая виновата, что лезет в ваши отношения. Учит интернет. Узнай все о ней подноготную. Все ее прошлое. Высмеивая ее в глазах милого, ее походку, ее вкус одеваться, ее характер. Бей ниже пояса, пусть ее слабые стороны встанут перед любимым во всей красе. Ради полной и безоговорочной победы можно и солгать. Скажите ей, вот когда женщина, да, ваша соперница звонит, она имеет еще наглость и звонить. Она звонит вам по телефону, то есть ему по телефону, но трубку берете вы. И вы с ней так нежно разговариваете, что, мол, ты знаешь, вот мне как-то жаль, потому что мой милый все про тебя рассказал мне, во всем признался. Мне очень жаль тебя. Он тебя на самом деле жалеет, он тебя не любит. Да. Вот у меня есть там психолог очень хороший, могу рекомендовать пару сеансов и у тебя все как рукой снимет. Как вы относитесь к такому приему? Насколько это приемлемо для вас? Юлия пишет, вот-вот согласна, неприемлем. Ага, а то я... Да, нет. Как это все грязно. Как-то неприятно для меня. Отлично. Или наоборот доказывать, что я нравлюсь другим мужчинам. Ага, 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 ну, хорошо, 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 для всех неприемлем этот вариант, да, неприятен он, да? Что вы чувствуете? Мы сегодня будем говорить, мы сейчас скоро будем говорить, нужно оставаться с собой, да, да. Отлично. Отлично, отлично. Мне нравятся ваши ответы, ваше участие, ваше мнение. Обесценить ее в моих глазах. Обесценить. Нужно быть выше всего. Обесценить ее в моих глазах. Обесценить ее в моих глазах. Зачем, Валентина? Я пытаюсь понять, что это вам даст обесценить ее в ваших глазах. Хорошо, давайте дальше. А задавались ли вы вопросом о том, что произойдет после того, как вы включитесь в борьбу с соперницей? Не покажется ли вам, что очень скоро, когда вы выиграете поединок, и почувствуете, что вы победительница, вдруг окажется, что ваш мужчина не бедный и несчастный заблудившийся человек, а всего лишь легкомысленный, легкомысленная личность, для которой отношения есть просто игра чувств. Вы понимаете, о чем я говорю? Что ваши отношения, за которыми вы вступаете в борьбу, переступаете через себя, вы вдруг сталкиваетесь с жестокой правдой ваших отношений, что для него игра на ваших чувствах, вот это для него было главное, а не поиск истинной любви. О чем я хочу вас предупредить? Дело в том, что любой способ манипуляции, агрессии, хитростей, обернется вам горечью, обернется вам горечью за то, что вы пытались, как вам казалось, защитить свою любовь. Любовь не требует защиты. Я хочу, чтобы вы записали, что любовь не требует защиты, Любовь достаточно сильна, чтобы противостоять любви.